100 километров на велосипеде, причем не за первое место, а для души. Жители Нарьинмара, так полюбившие в последнее время велоспорт, решили расширять границы и поставить свой личный рекорд. Так, 22 августа можно было увидеть вереницу велосипедистов, тянущуюся в направление поселка Красное. О том, почему нарьинмарцы выбирают велосипед, в материале Екатерины Дементьевой. В заполярных широтах, где снег лежит, можно сказать, 9 месяцев в году, северяне, как правило, выбирают лыжи и коньки. Так уж географически сложилось. Но чем же заниматься летом? На этот вопрос у спортсменов есть ответ. Как учитель физкультуры, я занимаюсь всем подряд, за что можно ухватиться, и чтобы провести время активно и с пользой зимой это лыжи. Ну а летом поднадоело бегать, я бегаю еще просто кроссы, и решила добавить физическую нагрузку это велосипед. С каждым летом на улицах города все чаще можно встретить велосипедистов. Но если раньше нарьинмарцы катались в основном в свободное время, то сейчас многие делают выбор в пользу двухколесного железного коня, даже чтобы добраться до работы и обратно. Мечта была все время. И постоянно каталась на велосипеде, но не в таких, конечно, объемах, километрах, количествах. А тут меня как-то торкнуло. Года четыре назад мне подарили велосипед на день рождения, такой именно, какой я хотела, очень тщательно его выбирали. И, конечно же, там такой процесс пошел, который было не остановить. И у нас вот и велокросс ежегодный в сентябре проводится, я тоже в нем участвую. И, конечно же, когда здесь объявили, тоже можно прокатиться, я не осталась в стороне. Велокроссы стали неотъемлемой частью жизни спортсменов-любителей. В клубе по интересам регулярно проводятся марш-броски на все более дальние расстояния. Правда, направление только одно, ведь дороги в регионе, как известно, имеют особенность заканчиваться. Именно до Красного мы стартуем второй раз. Первый раз мы приурочили к дню физкультурника 8 августа. То есть группа единомышленников просто тот, кто любит этот транспорт. Почему так далеко? Ну, так как в нашем округе, городе, это конечная точка населенного пункта. Больше дорог никуда нету, поэтому было бы дальше, поехали бы дальше. Вот, нравится мне велосипед, очень нравится, поэтому и кручу педали. Между собой здесь знакомы не все. Кто-то просто увидел пост призы в социальных сетях и решил присоединиться. Северяне в этом смысле люди смелые и без предрассудков. Главное, что идея у всех общая. Изначально я не планировала, что мы выйдем на такой уже масштабный уровень. И я просто каталась сама. Сама каталась по городу, потом я поняла, что дистанция растет, а физической нагрузки я от этого не получаю. Решила усложнить задачу кататься по гравийной дороге, по песку. Ну и чтобы не было скучно ехать одной до красного, я решила собрать команду. Бросила клич и люди отозвались. Отозвались первый у нас бросок был на 40 километров. Мы приняли эту дистанцию, в принципе, все очень хорошо. И вот сейчас всех сагитировала ехать на 100 километров. Утром субботнего дня команда единомышленников отправилась в свой, пока самый длинный велозаезд. По пути остановки, чтобы отдышаться и сделать памятное фото с государственным флагом, ведь дата заезда выбрана не просто так. Настюха, давай отсыпляй. Путь, пролегающий через Лаевушскую дорогу, непрост. Здесь то плиты, то гравийная дорога, то песочная. Благо, после камазов тяжеловесов ее стали ровнять. Велоспорт – это не так легко, как может показаться со стороны. Особенно, когда на пути возникают такие преграды, как не самая удачная дорога. Велосипедистов с каждым годом в нашем городе становится все больше. А вот условий для этого хобби лучше пока не становятся. Александр к выбору велосипеда подошел ответственно. Езда по городским улицам ему не близка. Говорит, не нравятся ощущения. А вот по лесу и пескам на велосипеде с такими широкими шинами – это действительно экстрим. Да и нагрузка выше. Легкая рама, алюминиевая легкая рама. Этот фэтбайк с максимальной рамой по размерам, 22, если не ошибаюсь, он весит всего лишь 16 килограмм. Без доп. оборудования. Бутылка, крыло, сидушка – это я уже… Ну, такие сидушки совсем не подходят, только я у мамы состался, снял, себе поставил. 16 килограмм. То есть, допустим, какой-нибудь вот такой вот велосипед, он будет весить примерно столько же, если не больше. Вот за счет этого. И широкая шина, низкое давление. За счет этого он более проходимый, более легко на нем по песку ездить. Но не всем близок такой вид хобби. Кому-то больше нравится городская инфраструктура, которая в заполярной столице еще только строится. На самом деле начал ездить на велосипеде достаточно плотно только в этом году. Проблем никаких нету. В принципе, водители аккуратно объезжают. Поэтому у нас в городе, я думаю, достаточно комфортно. Тем более, сейчас делают новые, получается, велосипедные дорожки. Единственное, они не очень ровные. Лучше бы было, если бы были они асфальтированы, как, в принципе, проезжая часть. Тогда движение было бы гораздо приятнее. В велокроссе приняли участие 15 человек, среди которых спортсмены, тренеры и просто любители активного отдыха. Путь в 100 километров они преодолели за 8 часов. И уже сейчас велоактивисты планируют новый заезд, который пройдет в конце сентября. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».